Hello everyone! I'm Alena Eremolina and I'm an expert in English teaching online. I'm an expert in English, not leaving home. In my arsenal, there are many different techniques, methods and techniques, using which you can train your skills in English. But the number doesn't always mean the quality. Sometimes it's just one or two exercises. It's like in fitness. Хотите плоский живот? Делайте упражнения на плоский живот. Тренируйтесь неделю, месяц, год. То же самое с тренировкой навыков в английском языке. Вам это знакомо? Вы учите слова, учите правила, и кажется, вы уже так много знаете, но как только вы попадаете в ситуацию, где нужно что-то произнести на английском, из вас вырывается что-то нечленораздельное. И вы в ужасе думаете, боже мой, что обо мне подумают люди? Почему я столько времени потратила и до сих пор не могу ничего сказать на английском языке? Неужели это никак нельзя исправить? Сразу успокою вас, исправить это можно, и для этого есть специальные упражнения. Одно упражнение я вам сегодня расскажу. Итак, упражнение называется «Зеркало». Сейчас я подробно расскажу, как его выполнять. Первое, что нам понадобится для этого упражнения? Нам понадобится зеркало, желательно в полный рост. Нам понадобится текст на английском языке, которому есть аудио. Текст должен быть вашего уровня. Не берите слишком сложный или слишком легкий текст. Это может вас сбить с главной цели. А главная цель упражнения «Зеркало» – развить разговорный навык. Итак, у вас есть зеркало, у вас есть текст с аудио. Приступаем к упражнению. Первое, берем текст, включаем аудио и глазами следим по тексту, отмечая незнакомые и сложные, на ваш взгляд, слова. После этого выключаем аудио и еще разочек просматриваем текст, ищем сложные моменты. Устраняем их. Либо смотрим перевод, либо разбираемся, что это за грамматическая конструкция. Следующий этап. Многократно прослушиваете текст и следите глазами по тексту. Как только вы чувствуете, что вы готовы начать говорить, произносить этот текст, вы начинаете вместе с тем, кто озвучивает текст, говорить его вслух. Старайтесь максимально попасть в интонацию и в произношение говорящего. После того, как вы почувствуете, что уже довольно неплохо, повторяете за диктором, вставайте перед зеркалом. Пока еще держите текст в руках. И еще разочек. Прочитайте текст вместе с аудио. Не читайте текст без аудио. Всегда старайтесь имитировать, повторять. После этого отложите текст, включите только аудио. И теперь самое главное. Включаем воображение. Представьте себе, что вы общаетесь живую на английском языке. И начните вслух проговаривать аудио за аудиозаписью. При этом представляя, что вы общаетесь живую с кем-то. Жестикулируйте, поправляйте волосы, оглядывайтесь по сторонам. То есть делайте все, что вы делаете в обычном повседневном общении. Вот такое несложное упражнение, но есть подводный камень. Это регулярность. Если вы не будете выполнять это упражнение регулярно, то результатов не будет. А если вы готовы трудиться и хотите добиться результатов в английском языке, приступайте к этому упражнению. Делайте его ежедневно и уже через какое-то время вы обязательно заметите прогресс в своем английском языке. Что ж, на этом я завершаю данное видео. Завтра, в следующем видео, я расскажу вам о том, как можно еще прокачать разговорный английский, не выходя из дома. Всем пока! С вами была Алена Ермолина. Goodbye! Субтитры создавал DimaTorzok